Есть в Армении и разумные люди. Первый президент Армении Ливон Тер-Петросян в интервью общественному телевидению о Армении прокомментировал заявление экс-президента Роберта Кочаряна, который назывался много раз другом Путина о возвращении Гадрута и Шуши. Тер-Петросян разумный человек. Про него Гейдар Алиф еще говорил, как про разумного человека из старой школы. Это может привести к проблемам. Сейчас там азербайджанские войска подобные. Кочарян обещает новую войну. Кто заставит Азербайджану уйти? Весь мир считает Карабах частью Азербайджана. Восстановивались часть, никто не осудил Азербайджан. Таков закон этого мира. Нас заставят согласиться с тем, чтобы Нагорный Карабах стал частью Азербайджана. От нас уже ничего не зависит. Древняя мудрость армянского народа, клянусь вам, в словах Ливона Тер-Петросяна. Пока есть в Армении разумные люди среди армян, я верю, что всего можно добиться нормально. Ну не принимайте подписание договора с Азербайджаном, продолжил Ливон Тер-Петросян. Нас заставят его принять, потому что таковы мировые законы и принципы ООН. Территория и целостность стран лежат в основе этих принципов. Свердежавия могут себе позволить нарушить эти принципы. Маленькие страны нет. А главное, после Шушинской декларации уже нельзя. Но на фоне вот таких разумных заявлений мы одновременно читаем заявление МИД о Армении по поводу Шушинской декларации. И просто диву даешься. Я вам просто прочитаю первые строчки заявлений Министерства иностранных дел Армении. Строжайше осуждаем совместное посещение президентов Турции и Азербайджана 15-го армянского культурного и исторического центра Арцаха города Шуши, находящегося под азербайджанской оккупацией, как очевидную провокацию против региональной мира и безопасности. То есть, внимание, это не фейк. Это вот я читаю, я это вижу на сайте Министерства иностранных дел Республики Армения. Эти слова, то есть получается, что Армения, член ООН, государство, член ООН не признает Шушу азербайджанской территорией. И считает эту территорию Азербайджана, которую все на земле страны признают территорией Азербайджана, оккупированной территорией. Мы видим внутри армянского общества невероятный раскол. Я ничего подобного никогда не встречал. Это ставит вопрос вообще о том, а с кем мы имеем дело, когда мы беседуем с Арменией. Имеем мы дело с разного рода лоббистскими группировками, которые говорят от имени армянского народа и его национальных интересов. Вот Ливон Тарпетросян понятный человек. А кто вот это? Азербайджанцы комментируют это так. Слушайте, у вас министра национальных дел нет. Поэтому те, кто написал это заявление, как они готовы отвечать? Примечательно, что к этому впечатлению предшествовало уничтожение религиозно-исторической культуры наследия коренного армянского населения, насильственного перемещения. Это как раз азербайджанское культурное наследие, как мы видели, было уничтожено в Агдаме, в Гадруте, в других местах. Поэтому мне кажется, что вот эти строки, я читаю, я просто не понимаю, как из этого вылезать. Кроме того, что в Армении наконец-то должна сформироваться власть, национально действующая в интересах именно государства Армения. Не армянство в целом, а именно государство, члены ООН, кавказского государства, прекрасного государства Армения, населенного прекрасным народом, трудолюбивым, умным, талантливым, тонким, изысканным, древним. Ну, все комплименты могу сказать, только я прошу прийти в рассудок. Откройте границы с Турцией, откройте границы с Азербайджаном, восстановите армянские церкви в Карабахе, которые вы считаете оскверненными, разрушенными. Пришлите туда священников. Я вас уверяю, что президент Азербайджана, президент Турции будут счастливы быть гарантами для тех армянских священников, которые захотят вернуться в эти армянские монастыри и церкви. Ну, почему вы этого не делаете, армяне? Ну, почему мы видим вот эти вот слова безумия буквально, когда вы выступаете против международного права, это делается не маргинальными блогерами. Я тут смотрел армянские разные видео, как там, говорят, мы, говорят, там одна какая-то женщина, которая обладает себя философом, говорит, мы должны взорвать атомную электростанцию, пусть пропадем мы и пропадем весь мир. Это человек, да, мы должны, говорит интервьюер, ее там принимает это, понимаете, на веру тоже. Когда это кончится? Когда эта шизофрения, безумие кончится? Когда, наконец, мы перейдем к нормальным отношениям? Я считаю, что декларация, Шушинская декларация Эрдогана и Аалиева, это важный сигнал разумным силам в Армении. Я лично хотел бы увидеть, как президент Армении встречается с президентом Турции, президентом Азербайджана, президентом России в Шуше, потом могут переместиться в Ханкинди или Степанакерт, как его называют армяне, понимаете, там и так далее. Но потом я хотел бы дожить до того момента, когда можно сесть на машине в Ереване и проехать в Баку, чтобы искупаться в Каспийском море. Но как вот можно вот с этим думать, мечтать об этом? Субтитры сделал DimaTorzok